Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Это бесплатный мастер-класс о том, как создать пассивный доход на криптовалюте и приумножить свой капитал до 100% с майнингом монеты на самом простом ноутбуке. Вот в этом ролике, один месяц назад, я показала, что у меня была прибыль 9 долларов 93 цента в сутки. А 6 дней назад моя ферма приносила мне прибыль уже 14 долларов в сутки. Сегодня, 8 февраля, моя ферма из 27 кошельков приносит в сутки 5650 монет. Открываем калькулятор, вводим 5650 монет, переходим на CoinMarketCap и видим, что цена сегодня 0.002776. Умножаем 5650 на 0.002776. И получается, что сегодня моя майнинговая ферма спустя неделю генерирует мне уже монет на 15 долларов 68 центов. А сегодня, 15 февраля, моя ферма из этих же 27 кошельков генерирует мне в сутки 6017 монет. На первом кошельке, который стоит в холде 401 день, этот один только кошелек генерирует мне, 612 монет в сутки. Вбиваем в калькулятор 6017 монет, заходим на CoinMarketCap и умножаем на 0.0030. То есть сегодня, 15 февраля, такой курс. Равно 18 долларов 15 центов. То есть с каждым днем моя ферма все больше и больше генерирует мне монет. Итак, с чего начать? Для того, чтобы получать такой пассивный доход, который увеличивается постоянно за счет сложного процента в холд периоде на гибридном парамайнинге в криптомонете PRISM. Заходите в любой браузер и вставляете вот здесь в поисковике на латинице PRISM Space. Выбираете PRISM Space. Открывается несколько вкладок. Ищите PRISM Space, PRISM Core на GitHub. Открываете в новой вкладке и заходите на GitHub, где расположены все ссылки от разработчиков. Вторую ссылку, которую вам надо открыть будет, это PRISM официальный сайт кибервалюты PRISM. Открываете и вот так выглядит официальный сайт для блокчейна PRISM. Но если вы боитесь нарваться на мошенников, то вот под всеми моими роликами о криптомонете PRISM в описании, вот здесь под роликом, есть эти две ссылки на GitHub и на официальный сайт. Если вы нажмете на кнопку «Еще», то можете ознакомиться и с другими ссылками, которые вам понадобятся в процессе ознакомления с блокчейном PRISM. Я, как и любой другой автор, отвечаю за все эти ссылки. Итак, с ссылками разобрались. Теперь переходим на официальный сайт. Вот здесь вы можете выбрать свой язык, нажав на этот глобус. А в правом верхнем углу, в кружочке с тремя полосками, нажимаем на него и выбираем PRISM Wallet. Здесь вам дана полная пошаговая инструкция, как загрузить программное обеспечение PRISM Wallet. Есть ролик. Если вам непонятно по этому ролику, как загрузить программное обеспечение, у меня на моем канале для вас есть ролик, как скачать PRISM Core ноду 1.10.4 на Windows. Далее опускаемся вниз и вам даются две ссылки. PRISM.SPACE для создания кошелька и как скачать PRISM Core. PRISM.SPACE открываем в новой вкладке и переходим на вкладку к создать кошелек. Чуть ниже есть ссылка на скачивание программного обеспечения. Открываем и нас перебрасывает на GitHub, где мы видим загрузка кошелька PRISM Core на Windows, iOS и Linux. Опускаемся еще ниже и здесь идет полная инструкция и с видеозаписью и в картинках с описанием, как создать кошелек. И вот здесь, внимание, каждый должен знать, что если вы потеряете приватный ключ, то вы не сможете вывести свои монеты с вашего кошелька. Нажимаете здесь на плюсик, читаете инструкцию, нажимаете дополнительные рекомендации. Все-все внимательно читаете и вникаете. Если вы не знаете или не владеете приватным ключом от кошелька, вы не владеете криптовалютой. Доступ к кошельку должен быть без посредников. То есть PRISM нет посредника, нет доверительного управления, поэтому нет никаких реферальных ссылок. Если вам присылают реферальную ссылку для того, чтобы генерировать новые монеты PRISM, знайте, что вас зазывают в какой-то хайп или лохотрон. Если вам что-то непонятно, переходим опять к этому ролику «Преимущества блокчейна PRISM». Нажимаете вот здесь на стрелочку и в правом углу у вас выходит аннотация со всеми темами, которые я осветила в этом ролике. Выбираем ссылки для регистрации и входа в онлайн кошелек и их отличия на 52 минуте 40 секунд. Затем создаем онлайн кошелек PRISM за 1 минуту на 58 минуте 10 секунд. Нажали и просматриваем. Третьим шагом для полноценной работы созданного вами кошелька его нужно активировать. Активировать это значит положить или закинуть на этот кошелек хотя бы одну монету PRISM, чтобы включился автоматический генератор новых монет. Для этого на официальном сайте опускаемся в самый низ, в подвал, и находим вот такую букву «М». Открыть в новой вкладке. Вы переходите на CoinMarketCap, опускаетесь чуть ниже и нажимаете вот здесь «Рынки». Здесь вы видите несколько бирж, на которых торгуется монета PRISM. Нажимаете на любую из этих бирж, например, на Rudex и вот здесь на стрелочку, и регистрируетесь на этой бирже. Как зарегистрироваться на этой бирже? Переходим опять на этот же ролик «Преимущества блокчейна PRISM» в описании. Опускаемся чуть ниже и видим ссылку на биржу Rudex. Теперь опускаемся в самый низ и вот здесь мы видим ролик «Как зарегистрироваться на криптобирже Rudex». На бирже Rudex нажимаете вот здесь на три полоски, выбираете «Депозит», «Вывод». Нажимаете здесь «Я ознакомился с соглашениями», «Внести депозит». Выбираем здесь «ОСДТ» и читаем инструкцию по депозиту. Пожалуйста, отправьте ваши «ОСДТ» «Трон ТРЦ-20» на адрес ниже. Минимальная сумма 10 «ОСДТ». Если вы отправите меньше, то монеты не придут. Адрес вот этот. У вас будет другой адрес. Копируйте этот адрес, нажав вот на эту кнопку. Адрес скопирован. На бирже Rudex есть возможность купить криптовалюту с банковской карты Visa, MasterCard и SEPA, если у вас есть валютные карты. Ставите здесь галочку, выбираете «Купить криптовалюту с карты». Вам выходит адрес кошелька и выходит пополнение долларами и евро. Ставите здесь количество биткоинов и здесь вам выйдет сумма, которую вам надо будет заплатить с карты евро. Либо выбираете «ОСДТ» и платить нужно будет уже в долларах. Выбираете здесь, в чем вы будете пополнять в биткоинах или в эфириуме. Затем биткоины или эфириумы нужно будет перевести в «ОСДТ». Потому что, если мы заходим на биржу, то мы видим, что призм торгуется на бирже Rudex в паре с «ОСДТ». Чтобы на любой бирже купить монеты «Призм», нам нужно пополнить эту биржу криптомонетами «ОСДТ». Для этого, вот здесь чуть выше, есть ссылка на BestChange. Нажимаем «Открыть в новой вкладке». Переходим на мониторинг всех обменников, которые находятся на BestChange. Вы отдаете. Выбираете любой ваш банк, например, Сбербанк. Теперь выбираете, что вы хотите получить. Тизер ТРЦ-20. Не перепутайте. Тизер ЕРЦ-20 не подходит. Нажимаете. И вот вам выдает все обменники, через которые вы можете со своего банка, со своей карточки перевести любые ваши деньги. В данном случае со Сбербанка «Российские рубли» на ваш адрес кошелька, который будет указан вот здесь. Именно в вашем аккаунте на бирже Rudex. Обменивать легко. Главное, смотрите, чтобы вот здесь были только все положительные отзывы о данном обменнике. Вот этот банк обменивает от 72 900 рублей. Минимальная сделка обмена. Вы видите, что сейчас BestChange в реальном времени перезагрузился. И минимальная сумма обмена уже было 60 000 рублей, стало 43 700. Наверху всегда самый лучший курс обмена. Хочу вас всех обрадовать. В дорожной карте PRISM есть пункт «Залистить монету PRISM» на платформе BestChange в четвертом квартале этого 2023 года. Это значит, что вот тут в графах я отдаю и я получу. Среди всех этих криптомонет будет находиться монета PRISM. Это даст возможность прямо с ваших банковских карточек покупать монеты PRISM на ваши личные кошельки и продавать их, обменивая на вашу валюту, минуя все биржи. Нажимаете на этот обменник. Здесь есть онлайн-чат. Внимательно в каждом обменнике прочитайте их инструкцию. Автоматически вышел чат. Прежде чем совершить сделку, обязательно пообщайтесь с оператором этого чата. Сюда вы вставляете именно адрес кошелька биржи. Повторяю, у вас будет совершенно другой адрес. Вы можете выбрать другой обменник. Здесь то же самое. По умолчанию стоит Сбербанк. Меняете на TRC20. Вставляете адрес вашего кошелька. Здесь вы вставляете сумму обмена. Видите, что минимальная 60 000 рублей, максимальная 2 000 000 рублей. Также обратите внимание на минимальный обмен в ОСДТ. Заполнить свои данные и нажать кнопку «Обменять». Также вы видите, напишите нам «Мы онлайн». Автоматически включился онлайн-чат с администратором. Еще раз повторюсь, прежде чем начать совершать сделку, обязательно пообщайтесь с администратором. Также вы можете просмотреть вот этот ролик, как правильно и безопасно обменять рубли на ОСДТ и пополнить биржу пробит. Ролик от Антона. Итак, вы завели на биржу, в данном случае на Рудекс, ОСДТ, именно в TRC20. Таким же способом происходит и вывод. На ваши банковские карточки, только адрес, на который вам нужно будет вывести ОСДТ в TRC20, вам даст оператор обменника на BestChange. Вот в этом ролике я показываю, как вывести ОСДТ с биржи Рудекс и не лохануться. Шаг 4. Находим на бирже Рудекс пару обмена «Купить монеты призм за ОСДТ». Сразу под графиком опускаемся вниз, видим две кнопки «Купить» и «Продать». Опускаемся чуть ниже и видим вот это ордера на покупку, это ордера на продажу. Нажимаем на цену, по которой хотят нам продать. Она отображается сразу же в стакане «Купить призм». Сюда вы вводите «Хотите купить 110 000 монет». Это будет стоить 324 ОСДТ. Комиссия 110 монет. Нажимаете на кнопку «Купить». Вы, конечно, можете поставить заявку «Купить дешевле» и ждать несколько дней, даже недель. Но, если вы решили поставить монеты в холд период с гибридным майнингом, то ждать нет никакого смысла. В холд периоде, чтобы получить 94%, кошелек должен простоять 450 дней. Если под вашим кошельком за это время активируются кошельки с общим их балансом в 10 миллионов монет. А если за это время под вашим кошельком будет до 10 миллионов монет, то такой результат вы получите только через 496 дней. Но при 10 миллионной структуре даже через 470 дней уже можно получить 100% прибыли в монетах. Поэтому выгоднее купить быстрее, не ждать на бирже, когда подешевеет, чтобы не увеличить количество дней в холде за счет ожидания покупки монет на бирже. Ждать на бирже выгоднее, когда вы продаете монеты дороже после вывода с холда. Перед тем, как вывести монеты с биржи на свой кошелек, вам нужно взвесить свои силы. Сможете ли вы сами, самостоятельно активировать под своими кошельками 10 миллионный структурный баланс? Для этого вы можете воспользоваться вот этим моим роликом. Prism AirDrop без вложений. Плюс 47 монет за месяц. Плюс бесплатное обучение. Нажав на кнопку вот здесь еще под этим роликом, находите ссылку на Prism AirDrop и переходите в Telegram вот на этот бот. На сегодня у меня уже 75 монет 0.5 центов. Здесь вы можете активировать свой кошелек через этот бот и начать строить свою структуру. Или если у вас нет таких способностей, то можете вступить в команды с сильными лидерами, такими как структура Prism 2.8, которую строит Роман, Neira, лидер Александр Десастер, или паровоз Prism, которую строит Алексей Миреев. В этих структурах вам помогут выстроить под вашим кошельком 10 миллионный структурный баланс за 2-3 месяца. Для этого вам нужно просмотреть вот эти два ролика. Структура Prism 2.8 существует более трех лет. Под их роликом они разместили ссылку на их чат в Telegram. Вот это мой ролик. Криптомонета Prism и вся правда о структуре паровоз Prism. В этом ролике я подробно рассказываю, как вступить в эту команду и как активировать там свой кошелек. Также в этой структуре есть своя внутренняя биржа, называется Prismix, где вы сможете купить монеты сразу за рубли, потом продать монеты и вывести рубли на свои банковские карточки в рублях. В структуре Neira сейчас очень большая очередь на активацию, так как большинство людей не продает свой парамайнинг, они делят кошельки после холда на два кошелька и увеличивают тем самым свою майнинговую ферму за счет пара. Шаг шестой. Как выстроить самому структуру с 10-миллионным структурным балансом? Первое. Создаем один или несколько кошельков, например, 15. Второе. Заводим на биржу OSDT и меняем на криптомонету Prism. Затем выводим монеты Prism на первый кошелек. С первого кошелька переводим несколько монет на кошелек номер 2. Затем со второго кошелька переводим несколько монет на третий кошелек. И таким паровозом до последнего вашего 15 кошелька. Оставив на первом кошельке до 109999 монет. Остальные кошельки пополняете в любое время, например, каждый месяц. Или когда у вас будут свободные средства. Когда вы активировали полностью все свои личные кошельки, после этого начинаете рассказывать о блокчейне Prism, о его преимуществах и как на этой криптомонете можно получать пожизненный пассивный доход. От своего последнего кошелька можно строить таких паровозов неограниченное количество. Из каждого паровоза или веера в ваш структурный баланс будут входить все балансы со всех кошельков, со всех вееров и таких паровозов до 88 уровня. Итак, вы определились со структурой. Если вам активировали ваш кошелек в одной из этих структур, тогда вам нужно сразу после активации пополнить кошелек. Для этого заходим на биржу Rodex. Опять же нажимаем на эту кнопочку «Депозит вывод». Опять ставим галочку «Я согласился». После этого у вас выходит продолжение страницы. Выбираем здесь криптомонету Prism и нажимаем на «Вывод». Инструкция по выводу. Нажмите кнопку ниже, чтобы открыть вывод Prism. Нажимаем «Вывести». Выходит вот такое окошко. Сразу предупреждаю, что комиссия шлюза за вывод монет с этой биржи 400 монет Prism. Сюда вы вставляете количество монет. Минимальная сумма – 1000 монет. Сюда вы вставляете адрес вашего кошелька. Адрес выглядит вот так. Сразу же от этого кошелька автоматом включается публичный ключ. Если у вас на вашем кошельке нет ни единой транзакции, то публичный ключ вам сюда придется вставить самостоятельно. Запомните, ни одна биржа не запрашивает парольную фразу от вашего кошелька Prism. При выводе на личный кошелек мемофраза не пишется. А вот если вы выводите на какую-то другую биржу, где вам дают мемофразу, то тогда сюда ее обязательно нужно вставить. И нажимаете кнопку «Вывести». А вот когда вы вносите диапозит в монетах Prism на биржу «Внести», вам дается адрес биржи, который надо скопировать, нажав вот на эту кнопочку. И мемо. Чтобы скопировать, нужно нажать вот на эту кнопочку. Когда вы выводите со своего кошелька монеты, нажимаете «Отправить». Сюда вставляете адрес кошелька биржи. Публичный ключ биржа вам не дала, поэтому мы его не вставляем. Вставляете сумму, которую вы хотите вывести. И вот сюда в дополнительный комментарий вы вставляете, копируете эту мемофразу и вставляете ее сюда в комментарий. Если вы не вставите в комментарий мемофразу, ваши монеты придут на биржу, но не на ваш аккаунт. И чтобы их перевели именно в ваш личный кабинет, вам придется очень долго переписываться с техподдержкой этой биржи. И сюда вставляете вашу парольную фразу. Если вы зашли в кошелек по адресу кошелька, нажимаете «Продолжить». Также на биржу монеты можно отправить по QR-коду. Копируете первый QR-код, второй. Как пользоваться QR-кодами? Для этого у меня есть для вас вот такой ролик. Как по QR-кодам войти в кошелек и перевести монеты тоже по QR-коду. А вот когда вы активируете пустой кошелек, которым нет ни единой транзакции, то в этом случае мемофраза вам не нужна. Вставляете адрес кошелька и публичный ключ от того кошелька, который вы будете активировать. Ставим кошельки в холд период. Первое. Вы создали один или несколько кошельков. Второе. Активировали их в выбранной вами команде или создали свою команду. Третье. Скачали на свой компьютер программное обеспечение для ваших кошельков Prism Core, то есть ноду. Кстати, нода работает только на Java 8 версии U221, которую также можно установить, скачав ее с GitHub. Четвертое. Привязали все свои личные кошельки на свою собственную ноду. Теперь пятое. Нажали на каждом привязанном кошельке к ноде на кнопку «Начать форжить». Форжинг подключится к каждому кошельку через 1440 транзакций, то есть через сутки. Шестое. Советую вот по этому ролику установить на ноду «Мод 1.2», для того, чтобы в вашей ноде отображались все форжащие ваши кошельки в одной вкладке с показаниями всех ваших форжащих кошельков. Седьмое. Ждете, когда каждый ваш кошелек поймает блок. Это может произойти в первый же день, а может и через несколько дней. Это еще одна причина для того, чтобы не потерять время на бирже, ожидая падения курса. Потому как на вашем кошельке подключится гибридный майнинг в холд-периоде только после того, как ваш кошелек поймает первый блок. Ну а чтобы понять, что такое блокчейн призм, его преимущества перед другими криптоблокчейнами и как на этой монете можно получить пожизненный пассивный доход в личном кошельке без посредников, не отдавая свои монеты в доверительное управление, советую вам посмотреть этот мой ролик «Преимущества блокчейна призм» от начала и до конца и желательно не один раз, чтобы вникнуть в суть. Надеюсь, видео для вас будет полезным и доступным для понимания. Если у вас нет компьютера и вы пользуетесь только телефоном, вы также можете парамайнить монеты на своем телефоне. Заходим на GitHub по ссылке, которую вы уже заложили в закладке. Выбираем «Калькулятор парамайнинг призм». Нажимаем «Открыть в новой вкладке». Нажимаем здесь на слово «Калькулятор» и вбиваем сюда баланс, на котором вы хотите получать пассивный доход. Ставим, например, 109 тысяч монет. В этой строке вы вбиваете структурный баланс, который будет под вашим кошельком. Вы можете выбрать миллионный структурный баланс или 10-миллионный структурный баланс. И потом сравнить вашу доходность, которая зависит от структурного баланса. Выбираем 10 миллионов и нажимаем «Синг-ин». Вот здесь в первой колонке будет ваша доходность на кошельке, который не стоит в холд-периоде. А во второй колонке мы видим прибыль генерации монет, которые находятся в холд-периоде. Если взять первый день, то при таком балансе, при такой структуре, ваш кошелек будет добывать в сутки 9 монет 47 сатоши. А в холд-периоде уже 14 монет 22 сатоши. Нажимаем вот здесь на четвертую страницу. Опускаемся вниз и мы видим, что за 365 дней обычный кошелек без форжинга не в холд-периоде доводит вам 30 087 монет 50 сатоши. А в холд-периоде 45 131 монету 25 сатоши. То есть разница хотя и ощутимая, но даже без скачивания призм-кор можно генерировать монеты на обычном телефоне. На этом у меня все. Всем желаю удачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои вопросы под роликом. С вами была Валентина Синема 2.